В прошлом видео я рассказал о клине Шавгулидзе, он же партизанский клин, и как с его помощью партизаны пускали под откос поезда. На современной железной дороге используются усовершенствованные партизанские клинья, которые называются сбрасывающие башмаки или колесосбрасыватели. Они есть нескольких видов и конфигураций. Одни работают в автоматическом режиме, другие устанавливаются вручную, но предназначены они для одного. Пустить под откос вагон или сразу несколько вагонов, причем не вражеских, а своих. Железная дорога – это место повышенной опасности, и несмотря на то, что там действуют жесткие правила и алгоритмы действий работников, человеческий фактор никто не отменял. Периодически случаются поломки и аварии, которые вызваны именно человеческим фактором, а последствия таких аварий могут быть печальными. Сбрасывающий башмак как раз таки и предназначен для предотвращения более серьезных аварий и катастроф. Такие башмаки обычно применяются на нецентрализованных железнодорожных путях, то есть на путях, ведущих на различные заводы, нефтебазы, военные и прочие склады и другие объекты. Сбрасывающий башмаки могут устанавливаться как в одном, так и в другом направлении от этого объекта. Например, если это нефтебаза, химический завод или склад с боеприпасами, то башмак устанавливается на въезд в этот объект, чтобы исключить возможность закатывания на территорию отцепившегося вагона или нескольких таких вагонов. Ведь попади на территорию таких объектов, эти вагоны могут привести к тяжелым последствиям и катастрофам. Также сбрасывающий башмак устанавливается на выезде с объекта, где есть угроза самопроизвольного ухода вагона на пути общего пользования, так как это чревато столкновением с другими вагонами и локомотивами или столкновением с автомобильным транспортом на переезде. Башмак может быть установлен на рельс временно или на постоянной основе с возможностью установки его в рабочее и нерабочее положение. При необходимости он устанавливается в рабочее положение и закрывается на замок. Автоматизированные башмаки приводятся в рабочее положение с пульта с помощью электропривода. Кроме сбрасывающих башмаков, на железной дороге применяются предохранительные тупики, сбрасывающие остряки и сбрасывающие стрелки, которые также предназначены для предотвращения более крупных аварий. Ведь лучше произвести контролируемый сброс вагона или состава в заданном безопасном месте, чем он попадет на централизованные пути и станет причиной более крупной аварии или катастрофы.